Сегодня в Совет ветеранов входят 60 тысяч человек. Как отметили на совещании, ее участникам было еще в декабре известно, что в крае рассматривается вопрос отмены льгот. В конце декабря пенсионеры встречались с Анатолием Пахомовым, который на уровне муниципалитета принял меры, чтобы помочь пенсионерам справиться с этой ситуацией. Были продлены действия проездных, планировалась выплата материальной помощи. Тем не менее, часть сочинцев вышли на улицу. Определенным политическим течением, определенной категорией лиц нужно, наверное, пропиариться. Было перед выборной кампанией в Государственную Думу. Решение городской совет по проведению митинга и перекрытия улиц не принимал. Но заниматься митингом и использовать ветеранское движение в качестве, знаете, такой вот основной пробивной силы по надуманным вопросам городской совет считает недозволенным. И мы призываем население. Нужно дискуссировать, нужно вести диалог с властью. На заседании был принят проект резолюции, в которой участников организации призвали не поддаваться на провокации и действовать исключительно в правовом поле. Весь народ города Сочи сегодня приветствует решение, принятое властью и поддерживает власть не только в городе, но и в России. Мы считаем, площадная война, выходы на перекрытие дорог, призывы к неповиновению мы считаем провокаторством. Проект резолюции подписали все участники совещания. Совет ветеранов отметил, что только диалог с властью позволяет принимать конструктивные решения.